Вам с Серебряковым было легче, вас убили. Ольге предстояло играть дальше, но она все-таки в продолжении «Бандитского Петербурга» не сыграла. В чем здесь причина? Какие сложности у нее возникли с режиссером Бортко? Почему вы сказали, чтобы она не играла? Значит, во-первых, Бортко не снимал продолжение, а был продюсером. И вся эта история продолжений, это было чистое зарабатывание денег людьми, которые вложились в первую часть и поняли, что, о, да это же можно сейчас еще 20 историй снять. А на самом деле все закончилось. Потому что со смертью этих двух героев и вот этого распадания любовного треугольника ушла вот эта интрига человеческая. Остался тупой детектив. То есть материала ноль. Но к Ольге приставали, приставали. В итоге она согласилась, хотя и был против. Режиссер был другой. И на съемках с ней случилось несчастье. Ее кусила приличная собака, большого размера, примерно с теленка. Съемочная группа себя провела просто безобразно. Не вызвала ни скорой, ничего. Отправили. А это было предновогодние дни. Ее отправили, что-то там замотали. Ее отправили в Москву. А дальше были 40 уколов. И год мы лечились. Потому что уколы дали чудовищные результаты там в смысле давления. И там в течение года восстанавливал здоровье только после вот этих всех процедур. И никто не извинился? А что, когда Ольга приедет на съемки? Я сказал им все слова на ПМХ, которые я знаю. В том числе режиссеру и всем, кто звонил. Сказал, что больше они не смеют беспокоить. И они сняли вот это вот мыло. Тупое, неталантливое. Без Ольги. И Ольга там была, собственно, не нужна. Потому что это было скучно. Это было тех же щей пожиживлей. Труба пониже, дым пожиже. То есть никому это не интересно. И люди так... А почему вас нет? Ну и по инерции смотрели несчастные.